Друзья, мы с Евгением просто обсуждали это перед эфиром, ну я не понимаю, ну и логика, ну войдут они со всех направлений, ну получат санкции, отключат им SWIFT, интернет, ЖПРС, запретят торговлю, введут полное эмбарго, ну что за суицидальные такие у них должны быть настроения, я в это не верю. Друзья, смотрите, я хочу просто прочитать вам очень короткий отрывок, мне понадобится буквально 3 минуты. Только не отвлекайте, пожалуйста. Снайперских винтовок, но вот смотрите, в нашем приказе, я читаю украинский, да, в случае нарушения противникам режима тишины, ну термин интересный, режим тишины, обычно режим прекращения огня, ну не важно, пусть будет тишины. И создание угрозы жизни украинских военнослужащих, вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы. Зафиксировали фразу? Да. То есть нарушение режима тишины, непонятно, граната взорвалась, мина где-то, кто оценил, да, угрозу жизни, могут отвечать. Такой же симметричный приказ был подписан народной милицией ДНР, да, называя орган, как он в этом приказе числится. Сейчас, одну секунду. Или наступательных действий противника не возымели положительного результата открывать огонь по моему приказу. То есть есть конкретное лицо, начальник милиции, который должен отдать приказ и нести ответственность за нарушение режима прекращения огня. Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными. Ну тут должность и название. Смотрите, у нас коллективное безответственное. То есть у нас, если кто-то на передовой подумал, может применить вооружение. Скажите, кто больше всех заинтересован в мире, в нашей стране? Украинцы. Кто больше всех заинтересован, чтобы не летала ни туда, ни обратно? Война на нашей территории. Мы. Объясните мне, почему нет приказа на запрет ответного любого огня? Ну тогда же совершенно очевидно будет, кто нарушает и провоцирует. Тогда будет стрелять только та сторона. Подождите, нам поведомляют про то, что стреляете и та сторона. Разумеете? Я вам подвох. Дорогие друзья, смотрите, вот есть одна большая проблема. У нас вроде бы есть миссия ОБСЕ, но она не дает оценок ситуации. Она просто считает количество нарушений режима тишины с двух сторон. Она не считает, кто первый начал, кто чем закончил, но она так или иначе фиксирует нарушения с двух сторон. Открываете любой звит и это видите. Друзья, если мы хотим мира, чтобы Марьяна потом не говорила, что я что-то подумал. Но все же просто. Надо дать приказ войскам, нужно провести разведение по всей линии. Это слова Зеленского, его цитату, давайте замечательную, не забирать. Но он тоже говорил о том, что это можно сделать. Видно, какие-то третьи силы или какие-то внутренние интересы, возможно, провал вакцинации или еще чего-то заставляет двигаться в другом направлении. Я хотела бы тут отреагировал участник АТО Дмитро Вовнянко стосовно цей нормы. Вы снова говорите, что... Паня Марьяна, давайте, все же таки... Просто целый эфир Марьяна не будет. Вы точно гражданин Украины? Вы знаете... Марьяна, да, и в Штатах не учился, и в Госдепе не проходил стажировку. Так что лучше не начать. Вы знаете, мне несколько раз доводилось читать про то, как мы тиждень ведем обстріл ворожих территорий, потому что мы навіть за копьев не вылазим. Я, вы знаете, когда мне начинают цитовать наказы той стороны, ну... Всех сторон, не лише... Это в открытом доступе два приказа. Проанализируйте наши то. Вы знаете, это... У нас никто не отвечает. Шановне друзей!